Здравия желаю! С вами Коммандор Вэлл в гайде или в специальном видео с часто задаваемыми вопросами или ответами на вопросы зрителей или видео про полезные функции в планетке. Для удобства просмотра был сделан план или строение ролика, так что вы легко можете пропустить ненужные вам части. Итак, первый вопрос. Как управлять или выкинуть кого-нибудь из техники? Кнопка Page Down. Состояние закрыто для выкидывания всех кроме тебя, в том числе если ты галактика и по тебе возродятся, то в таком состоянии пассажир сразу же будет автоматически выкинут. Или состояние для отряда взвода. В таком случае только вышеперечисленные лица смогут сесть в технику, в том числе на место водителя. Второй вопрос. Как помечать противников? Кнопка Q. При этом данная кнопка может зависать, потому что планетка не без багов. При этом в случае удержания кнопки Q на союзнике появится меню быстрых задач, которое я вам очень не рекомендую использовать. Потому что если я водитель Сандия и вы нажмете запросить транспорт через данную функцию, то я смогу увидеть на карте, что такой-то игрок просит место в транспорте. И в отличии от непонятного стада, ты уверен, что данному игроку точно нужен транспорт. Между прочим, в случае спота вы издаете характерный звуковой сигнал, характерный вашей фракции. Поэтому если вы инфиль в сталкере, то вас легко могут вычислить по кнопке спота или по метке противника. Третий вопрос. Как использовать звуковые сигналы? Меню быстрых звуковых сигналов на клавише V. Четвертый вопрос. Если появился баг с инвентарем, звуком и прочим, как это исправить? Ну, лучше всего перезайти в игру. Хотя чистого перелогина может хватить для исправления бага. Вопрос под номером 5. Как активировать голосовой чат? Во-первых, у вас должен быть подключен микрофон, который должен быть настроен. При этом у меня когда-то был другой микрофон от USB-камеры, который игра тупо не видела. Да, такое может быть. При этом комп тоже был другим, так что в чем там проблема была, не знаю. Хотя там еще была и проблема с переходом на евро сервак. Так что, так что да, непонятно в чем. Конкретно, если на RU все было нормально, но на евро нет. Информация, конечно, не самая важная, но для справки вам сказал, может кому пригодится. При этом голосовой чат может барахлить. Или если у вас провод дернулся, ну или что-то типа того, то микро может отрубиться. Как и слышимость других в целом. В этом случае нужно перезапустить голосовой чат через специальную функцию или выключить и включить голосовой чат. Кстати говоря, большинство игроков, я в том числе, рекомендуют вручную перезапускать голосовой чат через галочку. То есть вы ее сначала отжимаете, потом опять включаете. Между прочим, по клавише S вы сможете выйти в общее меню, где сможете выбрать нужную вам функцию. В том числе настройки или же во вкладке голоса и чат увидеть, какие игроки могут вас слышать. Теперь по кнопкам. Z это говорить в отряд. Единичка на намлоке, это говорить во взвод. Семерка на намлоке, говорить в приказной или командирский чат, если вы командир отряда. Четверка на намлоке, это чат, общедоступный всем, где вас слышат союзники, находящиеся неподалеку. Чем ближе дистанция к вам, тем громче вас слышно. Двойка на намлоке, говорить в звено. Между прочим, можно усилять громкость говорящих, пока они говорят, нажимая плюсик или же минусик для понижения громкости. Но если хреновый звук, то человек должен настроить его сам. Потому что усиление и прочие балалайки с вашей стороны не помогут. Кстати говоря, почти любой микро можно хорошенько так настроить, вопрос лишь в желании. Так что не нужно ныть, у меня хреновый микро, с этим ничего не поделаешь. Слышь, пошел настраивать ленивый этой тварь и не бзди командору. Для справки, в основном нужно играть с чувствительностью или громкостью микрофона, в том числе в самой операционной системе. Как правило, большинство проблем решаются именно таким способом. Шестой вопрос. Как вызвать ядерный удар, который правильно звучит как орбитальный? Для этого нужно либо построить базу, либо иметь соответствующие клановые ресурсы и доступ к ним. Тогда можно будет вызывать такие удары. Но, как правило, среднестатистическому игроку такие фишки не достанутся или дело будет не до того. Так что я бы забил на этот счет. Да и вообще, для этого есть специализированные гайды. Седьмой вопрос. Я только что зашел в игру, шо делать? Данное высказывание очень часто можно заметить в Сенчури. На что мне хочется сказать, иди смотри гайды в Ютубе. Потому что вы задрали писать данный вопрос, а выделять вам личного инструктора никто не собирается. Соответственно, жмете кнопку U, которая отвечает за передислокацию, и выбирайте нужный вам континент. Далее, разбираетесь в игре на личном опыте или смотрите гайды. Восьмой вопрос. Что качать или каким классом играть? Ответ. Играть всеми классами. В зависимости от ситуации. Но лично я бы сказал тем, которые вам нравятся. А далее лучше специализироваться на чем-то одном. В том числе на какой-то определенной технике. Только так можно добиться хорошей эффективности. Хотя есть специализированные гайды, не только у меня, и для расширенного ответа нужно смотреть их. Девятый вопрос. Как строить базу и что лучше качать? В двух словах, забить на эту тему. Потому что базостроение ущербно, за исключением крайне редких ситуаций, где в стратегическом плане она может помочь. Но в большинстве случаев она бесполезна. При этом вы вышли из понятия военный ресурс для своей фракции. Либо есть смысл от вызова техники, в особенности авиации. Но там нужна тюба или колба, терминал вызова и можно еще роутер прикупить для некоторых ситуаций. Вот основной перечень. В случае обнаружения вражеской базы, как правило, лучше забить. Если она вам не мешает в стратегическом плане захватывать гекс. Вот все, что вам нужно знать о базостроении. Но, конечно же, если очень хочется этим заниматься, что в принципе бесполезное занятие, то ищите специализированные гайды на других каналах. Потому что лично я его не сделал. Десятый вопрос. Как пожаловаться на читака? Если он вас убил, то в общем чате можно нажать правую кнопку мыши и выбрать команду «Report». Для этого, возможно, понадобится нажать кнопку «Alt», дабы задействовать курсор. Ну или у меня это «Control». В ином случае нужно писать тикет на соответствующем сайте, адрес которого прилагаю под видео. Одиннадцатый вопрос. Как не убирать? Иными словами, повысить вашу выживаемость. В случае, если по вам стреляет и вам нужно отступить, то используй дикзообразный стрейф, который выглядит примерно так. Потому что в таком случае шанс выживания гораздо выше. Двенадцатый вопрос. Как вызвать технику? Использую соответствующие терминалы наземной или воздушной техники, подконтрольные вашей фракции. Некоторые считаются легкими терминалами, из-за чего вызов техники урезан. Танк «Колосс» вызывается через спецтерминалы на вратах или техпланте и доступен только за ресурсы подразделения. Летающая суперкрепость «Бастион» вызывается только с врат. И принцип клановости тот же. Тринадцатый вопрос. Как научиться летать? Молчь в тренировочной комнате. А если чуть посерьезнее, то вообще это не самое простое занятие, требующее времени на обучение. Как в принципе все в данной игре. И для новичков это не самое лучшее занятие. Так что к этому нужно подходить с четким настроением летать. Тем более асов, которые будут вас нагибать, там уже предостаточно. Так что нужно смотреть спецгайды, если вы на это настроились. В ином случае забить. В принципе на этом все. Тем более вы же написали кучу соответствующих комментов. Так что вопросы пришлось рожать мне. Поэтому напоследок последний совет нажимать вот эту кнопку сертификации, в которой могут быть условно говоря скрытые пассивки, о которых многие новички тупо не знают. При этом для инженера там есть очень полезная прокачка боезапаса. У техники тоже есть подобные скрытые функции. Теперь точно усё. Оба-на, оба-на, скрытый левел в данном видео. Ведь оно ж как бы последнее. Стоп, а чё это я за-за-за-запись не выключил?